Жить в мегаполисе значит все время находиться в движении. Современные женщины должны справляться с десятками задач ежедневно, при этом быть заботливыми матерями и любящими женами, потрясающе выглядеть, быть здоровыми и полными жизненных сил и энергии. Очень важно уделять внимание себе в таком ритме, потому что постоянные стрессы и негативная среда города сказываются на здоровье и самочувствии. Когда на важные моменты не хватает времени и сил, их лучше доверить профессионалам, как, например, правильное питание в течение дня. Ну что, друзья, старое доброе телу время снова в эфире, и сегодня у нас по плану хардкорная тренировка ног. А с кем бы вы подумали? Новоиспеченный IFBB PRO 29-летний Роман Фритц. Привет, ребята, что дела? Спасибо, чувак. Роман, в двух словах, как тебе Москва? Это твой первый визит в Москву. Как впечатление? И говори быстренько и пошли тренироваться. Я люблю людей России. Они все очень хороши, приятные. И большие фанаты. Это, что я люблю. Экспорт был прекрасный. Очень большой, чем я ожидал. И было бы хорошо быть здесь. И встретить Андрея в конце, это, конечно же, это, конечно, прекрасная экспертность. Да, действительно, вчера только закончилась выставка СМПРО. Было очень много людей. Наверняка кто-то, кто сейчас смотрит это видео, тоже был. Поэтому спасибо вам огромное. И от себя лично, и от Романа. Ну что, Роман, let's go to the train, legs? Да. О, окей. Давайте, let's go. Вы должны line up your knee. Вы должны line up your knee with the red point. So, this is the wall-up. I keep my toes like this. I don't like this. It kind of makes my knee feel, you know, wobbly. So, and then I just go until all the way. До конца, да, до конца. Итак, друзья, в двух словах, что сейчас происходит. Тренировка ног. Я говорю, давай сделаем Роман все, как ты скажешь. Потому что, почему я вообще позвал Романа, да, на передачу. Потому что он быстро прогрессирующий, свеженький про. Но его прогресс мне нравится, да. То есть это не какой-то, не какая-то гипермасса, да. И вот это вот заливное, а-ля Джастин Комптон. Такое очень недолговечное, да. Очень недолговечный прогресс. Вот. Все-таки Роман подходит более как-то методично к набору. Ну вот, первое упражнение, набиться с бедра, я чуть позже расскажу почему. Это очень тяжело. Когда ты здесь, когда ты здесь, когда ты здесь, держи немного, Держите это немного. И потом потом вниз. Не упустяйте. Показывайте, держите его. И что тратит сначала, это которое ведет движение. Это выглядит красным. Видите это? Это лихо. Это было очень здорово. Хорошо. Хорошо, это был разлиток. Попробуем. всегда делает ноги вместе, бицепс бедра и квадрицепс, в отличие от многих про, да, и я тоже люблю разделять, потому что меня лично не хватает после квадрицепса на бицепс бедра, вот, но отличительная черта, Роман никогда не делает разгибания, мною горячо любимые, всегда начинает разогрев с бицепса бедра и потом идет уже на приседания, на гаки и так далее. Роман, почему не делаешь разгибания, в чем их минус, как ты видишь, и почему начинаешь с бицепса бедра. Многие люди начали с лейг-экстенсионов, которые, в самом деле, не лучшие вещи для ног, потому что лейг-экстенсионы, они, как, очень жесткие на ногах, на этой части, потому что у них много шеринговых сил. Так что, для того, чтобы обогревать мои ноги, я она, как, с верхней стороны, так далее. Я стараюсь с утром, что, как, с верхней ноги, и нет болезья. И, ну, потом, я могу делать все, что я хочу, чтобы ударить, или плечочку, или плечку после этого. И я говорю, что это у вас, и это выглядит мне как-б Satelна, когда я люблю плечочку или плечочку с плечами с сраком-стринга. Мы делаем с одной ноги, и мы делаем 10 рябов на этой стороне, держим этот вот так, и 10 рябов на этой стороне, держим этот вот так. И мы делаем 5 раз назад и назад, так что 50 рябов в целом, без rest. Когда вы не сможете делать 10, так что, скажем, что я могу остановиться на 5, я могу помочь мне с этой стороны, чтобы получить 10 рябов на total. Это очень тяжело. Поехали! Ох, черт, чувак! Поехали! Поехали. Один еще. Хорошо. Не плохо, бро. Очередной вам секретик, да? 50 повторений на одну ногу получается, по 10, да? Ты сделал 10 одной, 10 другой. Обязательно носок на себя. Обязательно с концентрацией. Обязательно с задержкой. И потом еще добивка двумя ногами. Четыре, четыре. Четыре. Пять. 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 Итак, следующее упражнение. Гаг приседания. Это все, это круто. Так что я пытаюсь на этом направлении, это как на свете отверстие. Я положу мои ноги так, как это. Это то, что я люблю делать на этом exercise. И я также люблю оставить стены вниз. Не вверх, так что это может быть более хамстрин. Я поставлю его прямо в здесь, чтобы ударить на квад. и потом я сжараюсь отверстия, держу свои ноги. Снимай так, как можно. И никогда не сжарайся. Не сжарайся. Это конец. Сжарайся. Сжарайся на петлю. И пахну. 10 репс, и я делаю 5 сетей, 5 сетей с тяжелым весом, как балерина. Балерина я еще не был никогда, но самое время, по-моему, мне кажется. Мак-чай. Это смешная машина, да? Дальше, дальше, дальше. Сидите. И держите там. Дальше. 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 Да. Дальше. 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 Дальше у Fuji было. И plugin стали. Топревcias. Дальше так. Дальше с подбивать. Дальше. И уйдешь! И отбираем! Это все. Блин! Дальше на стороне. Дальше в этот раз. Блин! Это все, чуваки! Дальше в этот раз. OK. Доброе утро! Какой вес? Это примерно 1,25 мм. Когда я расслабляю, когда я себя тренирую, я себя тренирую. Редактор с этим упражнением я считаю, что я спрашиваю. И я спрашиваю 30 раз. Я спрашиваю 30 раз. И я снова спрашиваю. Хорошо. Три момента, которые для тебя наиболее важны в тренировке ног. Константная тенция. Знаешь, что я просто сказал? Нужно спрашиваю. Нужно спрашиваться. Нужно спрашиваться. Это было номер один. Константная тенция. И потом... Милос Садчев сказал мне, когда болезнь уйдет, когда ты делаешь в тренировке, ты делаешь в тренировке, ты делаешь в тренировке, ты делаешь в тренировке, ты делаешь в тренировке. Это, наверное, номер два. И номер три. Я делаю много волюм. Да, Роман у нас особо разминаться не любит. Сто сорок. Пёрнется в тренировке. Я также делаю пять сетов. Опять же, перерывный период будет немного длиннее, чем на хэк-своте, потому что это более сильное движение. И потом... Пять сетов здесь. У нас есть 140 кг. И я сейчас могу показать, как я его выполняю. Я стою немного шире, вот так вот. И я собираю мои аддукты в игре. И это, что дает вам длиннее. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, как и ожидалось, Роман очень большое внимание, как и я, уделяет именно концентрацию, задержки, паузы, и, ребята, вы тоже, смотрите, если особенно болят, скажем, колени, да, возможно, Причина в том, что неправильное распределение нагрузки, да, вот, очень много приседаний, разгибаний, и из-за этого идет дисбаланс между бисепсом бедра, квадрисепсом, вот, и бывает так, что из-за этого страдают именно суставы коленные, да, вот, и, конечно, чрезмерное увеличение весами, хардкором, Это тоже, как правило, в долгосрочной перспективе все не очень хорошо отзывается, поэтому пробуйте больше, да, больше задержек, больше пауз, медленные повторения, вот, и в этом реально и долговечность спорта, и прогресс Вы всегда используете хай-бар? Хорошо? Хорошо? Потому что я хочу таргетить мои ноги, когда я делаю хай-бар, это то, что я получу, и, конечно, И, конечно, лоу-бар спорта, это больше для повышения, потому что вы должны быть вверху, поэтому они просто выделяют свою асс, если вы бикини конец, это хорошо, и если вы, если вы, если вы, если вы, если вы, если вы? если вы хотите вверху-пуулирование, если вы хотите вверху, то вы готовите с лобблыми его с лимблами. И опять же, для хамстинга. Это будет выполнение лейк-оркута. Я только делаю 4 экзерсисы, 5 сетях. Что я делаю здесь, это просто 5 сетях. 5 сетях для файлера, около 10 сетях максимум. Я использую вес, что меня limitает до 10 сетях. 10 сетях максимум? Да. Так что я использую вес. Если я могу делать 12 сетях, то я должен идти сильнее. Но иногда это тяжело, когда в гиме не имеет сильные весы. Но для сегодняшнего дня мы хорошо. Так что, просто комфортный стенд. Никакого какого-то, просто стоять там, как ты, ждать за босс. И потом... Впадение. Впадение. И просто... Девушки вверх. Легко. Рома говорит, задницу включайте. Поэтому сейчас будем задницу включать. Поколы. Это все? Да. Теперь, остановитесь. Хорошо. Feel the stretch. Лените как можно. Это было не только. Вы не просто бежите. Вы не просто бежите. Держи на весе и вы должны двигаться на ногах. Держи на ногах и двигаться на ногах. На последний раз, всегда на последний раз. Держи на ногах. Да, это все. Хорошо. Держи на ногах. Держи на ногах. Да, как ты делаешь секс. Это все. Это хорошо. Вот так. Давай. Хорошо. 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 Роман, спасибо тебе большое за все, успехом, удачи, будем за тебя болеть. Роман, спасибо за просмотр, помните, что ты делаешь в жизни, ты должен быть потенциал, работай, focus на то, что самое важное. Это был Роман Фридц, снова из Москвы, Россия. Спасибо за просмотр, увидимся в следующем году.